Все это подтверждает то, что ее готовили, эту реформу, в спешке, реализуют ее в спешке. Но ситуация безвыгодная для российских властей. Надо торопиться. Константин Валентинович, скажите, пожалуйста, вот только что стало известно, что Госдума в первом чтении приняла поправки в Конституцию. События развиваются очень быстро. Послание Путина недавно буквально, смена правительства полностью, и сейчас уже Госдума приняла эти поправки. На Ваш взгляд, каковы скрытые смыслы такой суеты, такой поспешности и таких серьезных передурбаций? Прежде всего, я обращаю внимание, что все вот эти события произошли буквально в течение чуть больше недели. То есть, это невероятная спешка, невероятная гонка. Чем это обусловлено? Ну, прежде всего, обратимся к посланию Федеральному собранию нашего президента. Если его сопоставить с таким же аналогичным собранием предшествующих лет, в частности, с посланием 2019 года, то мы увидим разъединенную разницу. Если в 2019 году наш президент представил огромное количество, ну, там, несколько образцов новейшего российского ракетного оружия, и внешнеполитическая составляющая, оборонная составляющая в его послании была главной и ведущей, то сегодня внешней политике и обороне уделено совсем немножко, буквально два абзаца. А все остальное посвящено социальным проблемам. То есть, на данном этапе главным для нашей страны, для нашего народа, для нашей власти, в первую очередь, является социально-политическая ситуация в стране. Внешняя политическая, тростепенная. Далее, на что обращать внимание на себя, что в послании президент назвал те проблемы, которые стоят перед страной и перед властью. Я ради интереса посмотрел выступление Владимира Владимировича Путина с аналогичным посланием за 2000-й год, когда он только-только пришел во власть. Сопоставил и выяснил, что с точки зрения концептуальной, с точки зрения названных проблем, почти ничего не изменилось. То есть, время прошло, проблемы те же самые? Проблемы те же самые. То есть, фактически, за 20 лет что-то серьезное изменить в лучшую сторону не получилось. Тот факт, что президент внес определенные изменения в Конституцию, свидетельствует о том, что у власти созрело понимание необходимости серьезных перемен. Надо заметить, что в предыдущие годы, несмотря на достаточно активные протестные движения, несмотря на то, что аналитики различные, скажем так, не оппозиционного, а конструктивного толка, пытались объяснить руководству страны о необходимости каких-то изменений, шагов, чтобы избежать тяжелых социальных посредствий, ничего этого не делалось. Здесь это принято решение буквально молниеносно. И это решение, действительно, которое обозначено у президента и изменение Конституции, носят очень серьезный характер. Все это свидетельствует о том, что власть, судя по всему, поняла один простой факт, что в стране зреют очень серьезные социально-политические потрясения. И она стремится принять упреждающие меры для того, чтобы их купировать. Если раньше такое происходило, то власть имела ресурс для нейтрализации таких последствий. На начальной фазе этих так называемых реформ, 90-е годы, где-то до начала 2000-х годов, власть широко использовала так называемый идеологический рычаг. Тогда во главу угла ставился вопрос либеральных идей. Либеральные идеи еще не были в полной мере дискредитированы. И этот инструмент действовал. Сегодня он не действует. Поэтому духовных инструментов воздействия на общество власть фактически не имеет. Разговоры о патриотизме, разговоры о других попытках как-то изменить ситуацию, ну, в первую очередь, конечно, патриотизм, к сожалению, не обрели силу. И главная причина в одном. Потому что о патриотизме говорили те люди, которые на практике действовали в антигосударственном и антипатриотическом направлении. И к патриотизму призывали простых людей, которые и так боролись за выживание, как могли, и отдавали все, что можно для сохранения страны. Вот достаточно вспомнить тех героев, которые в той же Сирии действовали, в других странах воевали. Тех героев, которые отстаивали Крым. Тех героев, которые отстаивают ныне Луганскую и Донецкую народные республики от нацистов украинских. Я не говорю украинцев, а от украинских нацистов. Это совершенно разные вещи. Это практически уничтожило полностью духовные основы властного доминирования в России. Второй инструмент, который тоже активно использовался, это экономический. В тех случаях, когда необходимо было нейтрализовать, происходили какие-то вбросы, происходили какие-то отмены непопулярных решений экономического толка. И это удавалось нейтрализовать вот эти все вещи. Сегодня мы можем констатировать, что эти инструменты, по всей видимости, утрачены. Во всяком случае, очевидно, бессмысленная и непопулярная пенсионная реформа. Печально знаменитый Платон, которые, вопреки интересам общества, ломая общество через колено, буквально были внедрены в наше общество, они свидетельствуют о том, что ничего другого, кроме как выжимать последние соки из населения, у властной структуры не остается. И это означает, что и экономические инструменты контроля за обществом тоже самые утрачены. Осталось только одно – выжимать все, что можно. Остаются силовые. Но с силовыми инструментами тоже свои проблемы. Ну, например, для того, чтобы обеспечить, опять-таки, наполнение бюджета по максимуму, заморозили пенсии военным пенсионерам, причем не только военным из Минобороны, но и пенсионерам спецслужб, пенсионерам Министерства внутренних дел. Люди, которые ныне служат в этих организациях, в этих структурах, они отчетливо понимают, что им тоже скоро уходить на пенсию, через какое-то время, и они осматриваются, оглядываются на этих пенсионеров. Кроме того, эти пенсионеры, очень многие работают, уйдя на пенсию, остаются работают в этих организациях. И тоже, естественно, свой настрой негативный они проецируют на окружающие кадровых офицеров, которые тоже заставляют их задуматься, этих кадровых офицеров. И при этом каких-то существенных дивидендов в плане повышения заработной платы военнослужащим, обеспечения их квартирами в полной мере, надо признать, что все-таки не осуществляется. И очень многие офицеры и родовые сотрудники те же и Министерства внутренних дел начинают задумываться, тоже Росгвардии, а нужно ли им защищать вот эти вот владельцев миллиардных состояний, чиновников и госслужащих с окладами, измеряемыми в миллионы рублей, если они сами получают несколько десятков тысяч в лучшем случае, а то и того не получают. То есть и силовая власть, силовая компонента парирования возможных угроз в значительной степени утрачена. Притом надо обратить внимание, что вот сейчас приходит информация о том, что на вооружение Росгвардии поступают качественно новые системы вооружений, которые раньше еще не были. Вот в частности, автомобильные бронепоезда, вот по-другому их назвать нельзя, это составной, четырехосный, четырехосный, большой, огромный, вот такой бронированная машина, вот, в которой я вам бойница для пулеметов, это уже не водометы, это именно для пулеметов, вот, которая предназначена для решения задач силового, серьезного подавления выступлений на улице. Таким образом, и эта компонента, она, несмотря на то, что активно готовится к применению военной силы, она не является надежной для того, чтобы в случае возникновения крупных масштабных подвесений. Поэтому на первый план вышел вопрос о том, чтобы создать, как минимум, достоверную иллюзию серьезных перемен в позитивном направлении. И вот если с этих позиций посмотреть на то, что происходит с этой точки зрения, на решения, которые были приняты вот именно сейчас, по итогам федерального собрания, то они как-то укладываются, можно и найти, по крайней мере, этому объяснению. Что касается спирки, значит, тут вот еще один какой момент. Дело заключается в том, что Россия и нынешняя российская власть, буквально кость в горле у транснациональных элит и американских элит, национально ориентированных, то есть того же Трампа. Поэтому ликвидация России с ее ядерным потенциалом путем ее расчленения, или как минимум взятие ее под контроль жесткий, путем посадки контролирующих ими, транснационалами и национальными элитами США, моря неточных режимов, вот, это является жизненно необходимым условием для выживания, вообще-то говоря, транснациональных западных элит и даже национально ориентированных западных элит. Поэтому давление на Россию со стороны Запада будет, безусловно, продолжаться. Но сейчас оно несколько ослабло. Причина очень простая. Впереди выборы президента США. Это ключевое условие. Вне зависимости от того, кто победит, Трамп или его оппоненты, давление на Россию возрастет в разы после того, как это произойдет. И передышка, которая сегодня получила власть, закончится. Тогда на эту власть, на российскую власть, обрушатся два удара. Один удар пойдет извне, со стороны враждебных России, сил, которые просто против России настроены. С другой стороны, удар пойдет снизу, с протестового населения, парировать который протесты уже у власти ресурсов не остается. И тогда в этой ситуации что-то сделать будет очень сложно. Выстоять будет сложно. В России может с большой вероятностью произойти революция, в ходе которой эта власть будет смятена. Причем, насколько это будет трагично для самой страны эти последствия, прогнозировать очень сложно. Они могут быть, закончить эту революцию, может закончиться исчезновением России с карты Земли, превращением в какой-то агрызак. При неблагоприятном развитии ситуации, если власть захватит силы совсем неблагоприятные для России, это тоже может быть в итоге любой революции. Но это может быть рывком вверх, когда, освободившись от, скажем так, нездоровой части элит, паразитарных элит, страна рванет вперед, как в свое время она рванула в 30-е годы прошлого века. Но так или иначе, это очень рискованный момент, и лучше бы его не переживать. Но он объективно двигается в этом направлении ситуации, если пойдет по такому сценарию развития ситуации в мире, и в России в частности. И вот для того, чтобы успеть провести все необходимые преобразования, чтобы нейтрализовать все возможные источники угроз внутри России, до этого принимаются вот эти поспешные меры. То есть сейчас принимаются быстро очень меры к тому, чтобы провести преобразования административно-политические, не затрагивая пока население. А потом, до выборов президента США, до конца 2020 года постараться решить задачу стабилизации ситуации в стране любым способом. Любым способом. И это будет как раз осуществляться по разным направлениям. Во-первых, это будет проводиться создание систем всеобщего контроля, для того, чтобы обеспечить контроль над обществом при выявлении источников угроз и парирования. Так называемый электронный концлагерь. Ну, о чем говорят, да. Называют электронный концлагерь это дело. С другой стороны, это будут приниматься какие-то меры по имитации движения власти в сторону народа. На то, чтобы удовлетворить первоочередные требования народа. Ну, убрали раздражающую фигуру Медведева с этой должности. Поставили каких-то новых фигур. Ведь, объективно, в нашей стране сейчас что еще происходит? Экономическое развитие России идет по нисходящей. При этом, значит, в силу инфляции, других факторов, необходимость для поддержания социально-политической стабильности предполагает увеличение расходов на эти нужды. В этих условиях, скажем так, кормовая база для коррупционно-воротской нечисти резко сокращается. И, по всей видимости, она сегодня уже сократилась до такой величины, когда на повестку дня стоит вопрос о том, что какие-то части кланов, которые до этого находились в части, так сказать, приближенных, надо отсекать. Вот это еще один источник нестабильности. Уже понятно, что отсеченные кланы будут стараться, чтобы этого не произошло. А если их отсекут от кормушки, они еще не настолько потеряют власть, возможности и влияние, чтобы стать ничем. Они начнут сопротивляться. А раз они начнут сопротивляться, это уже внутриилитарная война. Такая внутриилитарная война еще больше будет ослабать власть на фоне двух других факторов социально-политической напряженности и усиления внешнего давления после выборов президента США. Вот это тоже есть понимание. Поэтому стремление нейтрализовать вот эти внутренние угрозы, социально-политическую напряженность и нейтрализовать обиженные кланы, вот эта задача будет вот этого ближайшего периода времени. Поэтому вот исходя из такой представления картины, я предполагаю, что где-то до марта-апреля месяца ситуация в стране будет характеризоваться интенсивной перестройкой властных структур, созданием каких-то новых систем контроля ситуации. Все это будет внедряться буквально в спешном порядке через колено. С апреля-мая месяца и далее до президентских выборов США будет решаться основная задача нейтрализации каких-то вот протестных слоев. В первую очередь еще пойдет, конечно, о нейтрализации наиболее активных политических лидеров протестного толка. Вот. В любой форме это может происходить. Дискредитация, аресты какие-то, другие формы нейтрализации. Вот. И вместе с тем будет решаться задача подавления части, приносимой в жертву властных элит. Все это будет происходить под знаменем, под идеей обновления страны. И что вот эти силы, которые либо работают на западные спецслужбы, так будут подаваться протестные лидеры, которые будут нейтрализовывать, либо которые являются носителями коррупции в нашей стране, которых тоже надо нейтрализовать. Так будут подаваться те кланы, которые будут нейтрализовываться, элитарные кланы. Вот как мне представляется, для чего вот это все происходит и в каком контексте происходят все вот эти события. Что касается самой власти, то здесь надо заметить, конечно, что в какой-то степени президент жертвует своими полномочиями, передавая их части госсовета. С другой стороны, мы видим, что возможности президента по нейтрализации неприемлемых законов, которые может принимать Дума, вот они повышаются за счет того, что появляется возможность преодоления вета от Госдумы посредством через Конституционный суд. Какая там происходит, будет происходить дисбаланс и преобразование, пока сказать сложно, потому что полномочия госсовета до конца не определены. Так же точно, как до конца сейчас не сформулированы полномочия Конституционного суда, изменения полномочий Конституционного суда и новые изменения в части Государственной Думы. Еще первоначально предполагалось, что Дума будет только утверждать премьера, потом пошли разговоры, что она может даже получить право предлагать премьера, то теперь уже идет речь опять, что только утверждать. То есть это большая разница. Поэтому много очень будет нюансов. Все это говорит об одном, что вот эта проводимая реформа еще до конца не продумана. Это означает то, что решение на проведение вот этой реформы пришло совсем недавно. Ну, можно предположить, исходя из сроков работы вот этих административных структур, в пределах осени прошлого года пришло понимание необходимости таких вот реформ. Поэтому вот с учетом вот этих вот всех факторов можно сказать, что впереди еще будут серьезные изменения в полномочиях вот этой новой системы власти, в конфигурации власти. вот и эти полномочия будут меняться буквально на ходу по мере внедрения этих корпусов. Вот как мне представляется, может развиваться ситуация в России и что означает вот эти события. То есть в итоге власть готовится к каким-то серьезным катаклизмам. Совершенно верно. Власть осмыслена, что страна находится в критической ситуации. Она это поняла. Видимо, это речь идет об осени прошлого года. В этом нет ничего удивительного. Вот. И серьезно готовится к тому, чтобы эти катаклизмы парировать возможным способом. Но ведь речь не идет о там ресоветизации, возвращении социализма или там... Нет, ну о каком развитии? Нет. Ни о каком, конечно, разговоре о ресоветизации не идет. Может быть имитация ресоветизации в виде различных форм внешних проявлений. Ну, типа вот как принят гимн на музыку советского гимна. И когда слушаешь российский гимн, у меня в голове крутится естественно я пою советский гимн в душе, а не российский. Вот что-то типа этого. Но опять-таки эти ресурсы тоже весьма ограничены. Конечно же, никто не будет проводить национализацию разграбленного общенародного имущества. Никто не будет привлекать к ответственности тех, кто это проводил. Ну, самый простой вопрос. Если наш президент признает, что 90-е годы это были годы разграбления воровства и бандитизма, то почему бы не привлечь за ту приватизацию, которая осуществил, которая была проведена по идеям и под эгидой Чубайса, вот, этого господина к ответственности за все, что совершено. Тем более, даже просто за тот период, когда он руководил Гороснана, господин Чубайс, уже сколько раз была информация в том же поэданном той же самой счетной палаты, что там мало что делается и отмываются огромные деньги. Неизвестно, куда они уходят. Почему было не используются, все этого не делается. То есть, совершенно очевидно, что ключевых фигур трогать власть не будет. Не будет никто уничтожать, я не говорю физически, а уничтожать состояние, национализировать состояние крупного олигархата. Никто не будет приводить чувства и ограничивать размер доходов, заработной платы так называемой, премий всевозможных, топ-менеджмент госкорпораций, которые сегодня имеют, ну, скажем, просто неприличные доходы, измеряемые сотнями миллионов рублей, а премии миллиардами рублей. Поэтому мы должны четко понимать, что этого ничего не будет. Что касается воссоздания пространства Советского, то есть, Советского Союза, то здесь попытки такие будут. Тем более, что каждое такое присоединение нового государства или какой-то новой территории будет давать право действующей власти продлевать полномочия действующего президента, поскольку Россия в ближних границах исчезла, а в новых границах более широких это уже новое государство и новый президент. Под этим знаменем могут проводиться предложения о том, чтобы продлить полномочия действующего президента и дальше после 2024 года. Вы имеете в виду Белоруссию? Может быть, Белоруссия, если это получится. Потому что слишком серьезные экономические противоречия между Белоруссией и Россией. Эти противоречия состоят в том, что в Белоруссии, в отличие от России, вот там действительно сохранены основы социализма в том виде, что там в основу по крайней мере промышленности группы А, если кто-то не помнит, из советской поры, это производство средств производства, то есть станкостроение тяжелое промышленное это все. Вот это предприятие, они все в госсобственности. А вот продукция группы Б это потребление, это легкая промышленность, ткани, ботинки, продовольствие и так далее. Оно там, да, в значительной степени находится в частных рогах. Это, кстати, типа такого, как было при сталинской системе. При Сталине же была многоукладная экономика, все это как-то забывают. Это были кооперативы, там были артели. Да, 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 вот, вот примерно такая сейчас в Беларуси. Там сохранилась вот эта система. В России совершенно другое. В России так называемые госкорпорации, хоть там контрольный пакет акций у государства, там они совсем другие люди. Собственники, капиталисты, хотя эти топ-менеджеры так себя ведут. Поэтому у нас есть олигархи, которых нет на Беларуси. И одна из причин, почему до сих пор Беларусь не соединилась с Россией, состоит в том, что российское руководство еще на протяжении всех этого 20-летия требовало, чтобы Беларусь выставила свои предприятия на торги, предоставив право российским олигархам покупать белорусские предприятия группы А. Естественно, Беларусь на это не идет. В этом подоплеку, почему до сих пор Беларусь с Россией не соединилась. Вот это вот. И еще один нюанс. Если бы соединилась и Лукашенко стал бы кандидатом в президент Объединенного государства наряду с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, годочков тисеть тому назад, то я уверен, и об этом говорят данные независимых опросов, что с большим отрывом победил бы Лукашенко в этих условиях. Что, конечно, было совершенно неприемлемым российским элитам. Поэтому с Беларусью много вопросов есть. Могут быть какие-то другие варианты, но пока вот в явном виде это не просматривается. Поэтому, скорее всего, речь пойдет именно о вот тех вещах, которых я сказал. То есть, Россия стоит на пороге глобальных перемен и нужно... Россия стоит на пороге серьезных очень перемен и к ним надо серьезно готовиться. Надо готовить структуру власти. Причем, структура власти не отработана до конца. Она меняется буквально на ходу. Все это подтверждает то, что ее готовили эту реформу в спешке, реализуют ее в спешке. Но ситуация безвыгодная для российских властей. Надо торопиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова